Как я живу бесплатно на кампусе, в мое питание входит 3 приема пищи в день, записывать свой собственный курс по поступлению на магистратуру. Привет, ребята! Я очень рада вас всех видеть. Мы давно не выпускали видео такого формата на нашем канале. На самом деле, мы выпускали много видео, но они все в формате shorts, поэтому, если вы их не смотрели, обязательно идите смотрите. А что произошло в моей жизни за последние несколько месяцев? Самое главное изменение, да, это, конечно же, мой переезд на кампус. Теперь я живу на кампусе своего университета. Я безумно этому рада. Я всю жизнь мечтала жить на кампусе. Хотя бы вот ради опыта, да. Пока лавр я свою получала, как вы знаете, в Европе, и там как таковых кампусов нет. Поэтому у меня никогда не было опыта жизни на кампусе жизни, опыта жизни в такой американской среде, именно среди американских школьников. Ну, не школьников, а учеников. Вот, поэтому я безумно рада. И, кстати, во многих shorts я как раз показываю свою комнату. Сейчас я сижу в своей комнате. Показываю, что я ем в течение дня и так далее. Поэтому обязательно идите и смотрите. Ну, а в сегодняшнем видео я хотела поговорить, во-первых, о теме финансирования, потому что, мне кажется, тема финансирования всех очень сильно интересует. На кампусе я живу абсолютно бесплатно. То есть я не плачу ни за проживание, и за питание я тоже не плачу. Что входит в мое питание? Мне кажется, это интересно упомянуть сейчас. В мое питание входит три приема пищи в день. Милфан, так называемый, да, у меня 21, то есть 7 дней в неделю. У меня три раза прием пищи. Есть я могу где хочу. У нас на кампусе университета столовок 6 или больше. И плюс много разных, так сказать, кафешечек, в которых тоже можно брать еду. То есть, по сути, я сейчас живу здесь бесплатно, ну и питаюсь. Тут, на самом деле, очень много еды. Мне кажется, я ем слишком многое. Вот, питаюсь тоже бесплатно. Я сегодня вам расскажу, почему и как. И плюс, конечно же, у меня обучение тоже бесплатно. Как вы знаете, я graduate assistant. Про graduate assistantships я рассказывала, но очень много в предыдущих видео. Поэтому сегодня поговорим об этом только вот чуть-чуть. Начнем с самого интересного, как я живу бесплатно на кампусе и как система жизни на кампусе вообще работает. В университетах США первые два или три года андеграда, бакалавра, студенты обязаны жить на кампусе. Конечно, это правило может меняться в зависимости от размера университета, в зависимости от правил университета. Но в основном студенты должны жить на кампусе. Кампус это громадный такой, он называется студенческий городок, да, на русском. Здания, где проводятся занятия, да, столовки, корпуса, где живут студенты, они все находятся примерно в одном и том же месте. То есть студенты спокойно могут доходить от своего общежития, от своего дорма, там, к столовой или к тем зданиям, где у них проходят занятия, ну, в течение 10-15 минут, да. У нас кампус достаточно большой, мне кажется, от самой дальней точки, вот, если взять две дальние точки кампуса, но это минут 25 пешком. Пройтись придется. Соответственно, все студенты живут на кампусах университета. И это, конечно, вот эта жизнь в общежитиях, она не такая, как в России. Здесь за тобой все очень сильно следят. То есть я никогда в России не училась, никогда не жила в России в общежитии, но, насколько я знаю, студенты приезжают в общежитии и делают, что хотят, живут как хотят. У них за ними никто не следит, никакие правила на них не возлагает, да, то есть хотят, ребята пьют, курят и так далее. А в США такого нельзя. В США, если ты живешь на кампусе, ты подчиняешься громадному своду правил. Сегодня что-то с русским языком у меня ни порядки, ни лады. Вот. Соответственно, эти правила, за этими правилами кто-то должен следить. И во многих, ну, мне кажется, во всех университетах есть такая позиция, как Resident Assistant. Resident Assistant это тоже студент, который живет в определенном общежитии и следит за соблюдением правил жизни в том или ином общежитии, да, в котором она или он живет. Например, я живу в своем общежитии, у меня есть 54 резидента, да, за которых я, так сказать, ответственна, да. И я должна следить, чтобы в моем общежитии, да, и с моими студентами все было в порядке, все было хорошо. И, в общем, они наслаждались, да, своей жизнью в университете без каких-либо проблем. А сейчас небольшая реклама. У нас, на самом деле, за последние два месяца, за последнее лето, я бы сказала, очень много всего произошло. И мы начали записывать свой собственный курс по поступлению на магистратуру. Мне очень нравится тема поступления именно на магистратуру. Почему? Потому что на магистратуре больше всего, больше финансирования, чем на бакалавр, например. А на докторантуре еще больше. Но докторантуре не всем подходит, потому что докторантура – это такое большое достаточно вложение силы времени, да, это вам обучаться в университете в течение, не знаю, пяти лет, писать свои диссертации, и не всем это хочется делать. Я никогда не была фанатом исследований. Вот, поэтому всегда я предлагала ребятам именно программы магистратуры. Я считаю, что учиться в США на магистратуре – это самый идеальный вариант, да. Вы можете получать финансирование, вы можете жить на кампусе, как я сейчас живу. И программа у вас будет занимать год или два. Поэтому мы записали целый курс, в котором вы подробно узнаете, как же именно поступить в Американский университет и получить финансирование. Курс на самом деле не такой уж и громадный. То есть там не будет 20 часов. Нет, 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 нет. У нас курс часов на 6-7, я, честно говоря, уже не помню, сколько там в итоге получилось. И плюс еженедельные встречи со мной, с моей сестрой Миленой, где мы лично с вами и с другими ребятами будем обсуждать ваши вопросы, да. Еще раз проходить весь процесс, да. В основном, конечно, отвечать на ваши вопросы, разбирать какие-то личные кейсы. То есть в курсе на самом деле будет очень много всего и даже встреча с одним из наших студентов, да, который уже учится на кампусе Американского университета. Если вы присоединяетесь к нашему курсу, у вас доступ к курсу будет пожизненный. То есть если вы, например, хотите подавать не в следующем году, да, а через год, самый идеальный вариант сейчас купить этот курс, собрать всю вот эту информацию, да, воедино, просмотреть этот курс заранее, да, чтобы вы заранее понимали процесс поступления в США. И уже когда время придется собирать документы, да, вы бы просто, может быть, быстренько просмотрели курс еще раз, да, просто освежили какие-то вещи в своей памяти и уже начали процесс. Если вы собираетесь поступать в следующем году, либо через год, либо через два, вам все равно этот курс подходит. Если у вас какие-то вопросы остались по этому курсу, напишите либо мне на телеграм, у вас будет внизу в дескрипшене мой ник, ник он называется, наверное, да. И, конечно же, у нас есть сайт, на котором вы можете прочитать информацию по поводу этого курса. Я очень надеюсь, что я вас там увижу, это наш самый первый курс, я очень взволнована, да, но при этом я очень рада его провести, вот, поэтому очень хочу вас там увидеть. А теперь я вам хотела рассказать о другой части моего финансирования, да, об этой части, как я уже упомянула, я рассказывала очень много раз в других видео. Это именно Graduate Assistantship, которая позволяет мне здесь учиться и получать стипендию. Смотрите, вы как интернациональный студент можете получить, можете подать на позицию Graduate Assistant GA. Graduate Assistantships, они отличаются в каждом университете, и что им не отличается, отличается пакет финансирования, да, то есть вы можете быть Graduate Assistant в университете XYZ, и вы можете получать там стипендию, не знаю, в 100 долларов в месяц, да, и бесплатное обучение. А часто Graduate Assistantships, они идут с частичной оплатой вашего тюишина, с частичной оплатой вашего образования, да, что тоже стоит иметь в виду, что это большая, конечно же, скидка, но если вам прям нужно полное-полное финансирование, это вам не подходит. Поэтому при поиске университетов обязательно обращайте внимание на пакет финансирования, который включается в Graduate Assistantship. В моем университете, слава богу, я как Graduate Assistant не плачу ни копейки за свое образование, и получаю стипендию. Это никому не секрет, эта информация доступна на сайте, моя стипендия примерно 2000 долларов в месяц. С учетом того, что я в этом году живу на кампусе, и мне нужно платить за проживание и питание, это прям отличный дел. Но в прошлом году, как вы знаете, я не жила на кампусе, я снимала, арендовала комнату, вот, и сейчас у меня очень много друзей. Действительно, в этом году прям много друзей переехала, и начали обучение именно в моем университете, была новая университетия. Одна моя подружка, прямо из города Воронежа, из Воронежа, она приехала, но она уже училась в США до этого. Вот, но мы из одного города, и мы сейчас учимся в одном университете. Я, конечно, была очень рада, когда она мне рассказала о том, что вот, она приедет учиться в Вилановой университетии. Поэтому обязательно подавайте заявочки, вот. Это был такой краткий рассказ о том, как выучать финансирование в США, да, почему я учусь здесь бесплатно, почему я живу и питаюсь тоже абсолютно бесплатно. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их внизу в комментариях. Опять же, еще раз, посмотрите на наш курс. Мы очень много времени туда вложили, и мы очень надеемся, что вам он понравится. Поэтому ждем вас начала курса 1 октября. Поэтому у вас еще есть время подумать, но не так уж и много. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok